Всем привет, ребят, с вами Карина, это вторая серия реальности, мы продолжаем играть. Ну что, ребятки, мы с вами остановились на том, что у нас вечер, сейчас наш Эрик смотрит телевизор, дедушка там что-то делает, ну, мы на него, в принципе, не обращаем внимания, там с кем-то чанится, кстати, может, там уже дама какая-то появилась? Нет, он играет! Окей, вот такой вот у нас дедуля задрот в игры. Мы сейчас с вами сходим в туалет, ложимся спать, и сегодня у нас уже первый рабочий день, после которого мы с вами отправимся в одно очень интересное место, вот, и познакомимся с новыми людьми, потому что нужно знакомиться, ну, по крайней мере, я надеюсь, что там кто-нибудь будет, с кем мы должны познакомиться. В общем, такие вот дела. У нас совсем скоро состоится очень интересное мероприятие, которое я пока что спойлерить вам не буду, но, в общем-то, обязательно смотрите серию, чтобы ничего не пропустить. Вот, давай мы с тобой ляжем спать, там кто-то звонит. Ой, нет, он же закрыт, да? У нас все двери закрыты, то есть к нам вампиры никак не придут. В общем-то, мы с вами сегодня утром просыпаемся, идем в школу, у нас уже, у нашего Эрика через 9 дней уже. День рождения, как же быстро идет время. Дедуль у нас что-то проснулся, но мы пока что еще спим. Мы во сколько вообще работаем? Мы работаем с 6 до 10, ого, походу, нам придется вот за то время, что мы будем дома, перед работой, отправляться туда, куда нужно. Да, в общем-то, мы сегодня опять пойдем в нашу мороженку, да, в ту самую кафешку, ту самую кафешку. Вот, будем тусить там, я надеюсь того, что туда придут те люди, с которыми мы с вами должны познакомиться. Ну, а мы с вами начинаем наше утро. Я так понимаю, тебе дедушка мешает, да, почистить зубы? Ну да ладно, ничего страшного. Ты хотя бы у нас поешь, и я забыла совсем поближе пододвинуть себе листочек, потому что по-любому сегодня будут какие-то расходы. И нужно не забывать, что нам еще платить 187 миллионов в неделю, так что вот, на нашем личном счету, так сказать, у нас 86 миллионов, да, не особо много, но нормально. До конца недели мы, я думаю, успеем накопить 187 миллионов, по-моему, пожалуйста, с собой посуду, потому что дедушка этого делать не будет. Дедушка тут вообще что-то вон входит, у него, кстати, есть сад, но мы за ним ухаживать не будем, как бы это его сад, и вот. Вот, вот, вот. Так, Эрик должен быть в школе через час, окейски, через час, так через час. Хорошо, давай, пожалуйста, мою посуду, мне очень нравится наш райончик. Кстати, интересно, тут есть то место, которое я построила? Ну, я не построила, я, короче, добавила новый дом, это что? А, это у нас коктейль-бар, да-да-да, вот он, кстати. Вот здесь вот у нас кое-кто живет, вот такое вот домишко. О, кстати, здесь текстуры некоторые не прогрузились. Ну, там, видимо, какое-то дополнение, может быть, я не знаю, которого у меня нету, ну, или игровой набор, в общем, вы меня поняли. Вот такой вот огроменный, здоровенный дом находится у нас, по соседству, так сказать. Вот, и там живут очень интересные люди. Я просто урод, ну, что у меня за рожа, с такой из дома стыдным ходить, что мне делать? Эрик, ты вообще нормальный? Вы серьезно? Посмотрите, какой Эрик красивый, и он говорит, что он урод. Это вообще нормально? Я в шоке, я серьезно в шоке. У Чарльза там воспитание растет. Вот, Эрик, я вообще в шоке с тебя, честно. Это вообще, короче, ладно, я промолчу уж. Я просто промолчу. Хорошо. Мой, пожалуйста, свои руки, два раза давай, ты у нас помоешь. Ой, мы, кстати, забыли купить термостат. Нужно будет накопить, иначе мы замерзнем. Ну, нужно будет к зиме, вот, к осени примерно накопить, иначе все. Иначе будет капец. Ну, а Эрик у нас отправляется в школу, мы давайте тогда будем мотать. И он, действительно, с кем-нибудь будет знакомиться, потому что, вот, неплохо, Эрик, при завершении школьных проектов оценки сразу улучшаются, так держать. Ну, это прекрасно. Я понимаю, что сейчас продуктивность падает, поскольку... Нет, мы не будем куда вступать. Поскольку мы знакомимся, а не занимаемся, ну, сорян, что знакомиться тоже нужно. Ты вообще с кем-нибудь сегодня познакомишься? Деньги в туалете. Например, Керик замечает деньги, лежащие на раковине в туалете. Спрячет ли он их в своем шкафчике или тут же отдаст директору школу? Мы их, конечно, спрячем. 27 миллионов. Офигеть. Плюс 20. Это у нас получается 106. Отлично. Ну, ребят, извините, конечно, но у нас денег нету. Нам в конце недели оплачивать счета, как бы, о чем вы? Нам деньги лишними не будут. Я думаю, что если бы Ява оказалась в такой ситуации, я бы, наверное, тоже так сделала. Хотя, не знаю, не буду врать. Мы с тобой, давай, наверное, не знаю, побездельничаем. Потому что вот. Потому что так надо. Ну, конечно, я думаю, что до дня его рождения мы как-нибудь усердненько дотянем до четверочки, чтобы его хотя бы нормально вообще в колледж приняли. Вот, как бы. Да, такие вот дела. И давай, наверное, еще с кем-нибудь познакомься до конца вот школьного дня. И мы с тобой просто, наверное, моментально пойдем в нашу мороженец. Вот, давай мы с тобой все-таки побездельничаем. Эрик и Брайан познакомились в школе. Угу. Вот кто нам был-то и нужен. Я вам пока все не буду говорить, зачем этот персонаж нам нужен. Но не суть. София. Нет, я не знаю, кто это. А кто такая София? Ага. А, это мы с ней знакомились тогда. Хорошо. В общем-то, мы сейчас с вами быстренько купаемся. И сразу же приглашаем нашего нового друга на участок. А, мы можем уже вот так вот сделать. Давай, быстренько. Приглашаем нашего друга. Как бы скажем, хочешь там, пойдем потусуемся, все дела. Брайан Гольберг. Да, вы сразу, наверное, поняли бы, что этот персонаж создан именно. Потому что, во-первых, у него фамилия Гольберг. Про которую я говорила на стриме. И вообще-то, что она такая фамилия была бы у нашего Эрика. Но он у нас другой. В общем-то, вот такой вот мальчик. Нет, не надо жаловаться на родителей. Не надо. Расскажи ему забавную историю. Вот так вот его зовут. И я очень надеюсь, что они подружатся. Узнаю его еще получше. Респекту уважуха. Узнаю его, правда, получше. Где у нас? Узнать лучше. Давай. Пока что они просто общаются. Что вы сейчас будете делать? Ух ты! Вот это нужно зафоткать. Это очень прикольно. Классно. Я думаю, что они подружатся. Давайте мы нас пока что просто вот так пофоткаем. Я думаю, что у нас потом будет такой лишний архив, так сказать, нашими фотографиями. Самоуверенный. Классно. Давайте мы, наверное, что-нибудь купим. Как бы угостим друга. А что такое? В чем прикол? Я что, купить что ли не могу? Классно. Я не могу купить. А что такое? Может, что-то зависло. Я не знаю. Что такое? А, да. Окей. Ребят, забейте. Я просто играла за Чарльза. И такая, типа, чего? Давайте мы, наверное, купим эту вот мороженку за 17 симолеонов. Вот. Значит, минус 17. Минус 17. Отлично. Записываем. Почему они все время заходят через этот вход? Меня это очень сильно раздражает. Сядьте, вот, пожалуйста, сюда куда-нибудь вместе. На нас остается 89. Отлично. Ух ты. Кто это? Любит общаться? Любит общаться. Девака. В смысле? А что это? Вкупательница. Зевака. Что за прикол-то? Окей, ладно. Мы пока же с вами присаживаемся. Позови нашего друга-то, пожалуйста. Окей, ладно. Эрик должен приспекать к работе через час. Алло. Ты вообще сядешь сегодня, нет? Хорошо, садись сюда. Ну, вы странный, конечно. Эрик, тебе как бы на работу, да? Давай вот так вот сделаем. Дядь, васочку вместе. Конечно, мы не особо хорошо потусовались. Ну, блин. Так, мороженое забираем. Это наше мороженое. Вот. Поговори с ним про обученную погоду, и ты справишься на работу. Ну, ты бы хотя бы... Ну что, боже, как же это все долго. Вот это я ненавижу Симс. Это... Это кафе? Оно просто... Смотрите, какие-то персонажи. Ой, она беременна? Прикольно. Прикольно. Еще какая-то Октавия Бейли. О, она же из другого города вообще. Вкупательница Милана Гольберг. Это, кстати, его сестра. Ну, его по фамилии, я думаю, поняли. Ой-ой-ой-ой, мы отправляемся на работу. Сорян, чувак, можно ждать наше мороженое, но мы отправляемся на работу. И давайте быстренько помотаем. Мы сегодня с Эриком, наверное, будем упорно работать. А, мы типа сейчас домой, наверное, отправимся сначала. Окей. Ну, да ладно. Любите кексы? Мы тоже. Мы любим мороженое. Мы зависаем все время в мороженом. Давай мы с тобой немножечко упорно поработаем. Может быть, как-нибудь получим даже повышение. Было бы очень неплохо. Ты, Дуря, давай ты ляжешь спать, чтобы у нас время побыстрее шло. Все, спасибо. А то мне не нравится. Так, да, я серию приостанавливаюсь, как бы не хочется. Витрина магазина. Эрик отвечает за витрину. Теперь он может показать менеджеру, чего стоит. К сожалению, особый товар для дня подгузники Мегапоп. Сделает ли Эрик из подгузников приятного вида кубик или предпочтет другой новинный дизайн? Давайте кубики. Что ж, в подгузниках самая главная чистота, а кубики приятные на вид и устойчивые. Никто не хочет, чтобы предметы на главной витрине упали на ребенка. Эрик решает сделать кубики, и подгузники довольно хорошо продаются. Окей, короче. Нормально все. Все. Все, все, все. Давай мы немножечко расслабимся. Приходим мы с тобой домой, зарабатываем 132 миллиона. Ого-го. Для нас это очень хорошо. Давай мы с тобой, я не знаю, у нас там осталось что-нибудь. Да, у нас осталась порция осталась этого салата. И да. Так, значит, что? Плюс сколько там? 120 он заработал, да, получается? 132. Плюс 132 равно 221 миллион у нас уже есть. Это прекрасно просто. У нас появились деньги на оплату наших счетов за неделю. Расходы, вот так вот сказать. Вот. Так что давай мы с тобой быстренько сейчас купаемся. И зато тут у нас опять, к сожалению, работаешь. Ну да ладно. Но мы можем взять выходной. Почему бы и нет? Нет, выходной мы, наверное, возьмем в следующей серии. Потому что в следующей серии у нас будет очень кое-что интересненькое. А пока что будем вот так вот. У нас напряженно, то чего? Подумай о том, что тебе скоро в колледж. За который тебе тоже нужно будет платить. Так что не расслабляемся. Не расслабляемся. И, кстати, пока у нас есть какое-то количество символионов. Нет, мы, наверное, все-таки не сможем купить себе одежду. Потому что она стоит достаточно дорого. Это немножечко плохо. Вот этот, конечно, поел. Но посмотри хотя бы телевизор, я не знаю. Давай. Посмотри немножечко телевизор. В замке сейчас проходит крутейшая вечеринка. Мы бы сходили, но мы хотим спать. Я не знаю. Ну давайте сходим, ладно. Так уж и быть. Так уж и быть. Ничего страшного. Мы, кстати, можем даже завтра не пойти на учебу. Хм. А почему бы и нет? Видите, как у нас быстро события меняются? Привет, чувак. Давай мы тебе пожалуемся на все. Скажем, почему вы вообще меня, я не знаю, вызвали в такую погоду. Ой, в погоду, говорю. В такое время ночное. Так, у нас тут еще кто-то пришел. Давайте со всеми поздороваемся. А где сама тусовка-то? Ух ты, реально тусовка. У-у-у. Ну все. Короче, это минус ночь. Пойдем потанцуем. Очень жалко, конечно, что мы хотим спать. Очень жалко, потому что из этой придется раньше уйти. Мы уже вон даже никакие просто идем. Ну ладно, давай. Ну чего ты? Ты все-таки идешь тусоваться? Ты же обожаешь тусоваться, друг мой. Ну ты чего? Давай. Может быть там с какими-нибудь девчонками классными познакомимся? Давай. А это все включено вообще? Панель управления. Спецэффекты. Включить телевзрыв. Капец, конечно, классно. Нет, ну, знаете ли, пить мы точно не будем, иначе мы вообще прям уснем моментально здесь. Может быть на танцевальную битву групповой танец? Раз шужок, два шужока. Еще и дождь пошел. Это вообще замечательно. А что с нами? Почему у нас... А, круто, еще и дождь пошел. Смотрите, они делают групповой танец. Или они просто танцуют без музыки. Это самое классное, конечно. Нет, Чарльз, мы не будем за тебя играть, прости. Короче, прям тусовка, я смотрю, вообще классная. Ладно, давайте, наверное, будем отправляться домой, потому что нам пора. Мы отменяем эту очередь с танцами и уходим домой, и мы еще и в школу не пойдем. Это, походу, точно. Но ничего, мы прогуливаем так, пожалуйста, я прошу тебя, иди домой. Уходим мы с вами домой, потому что нам нужно выспаться, и, походу, мы будем где-то скитаться по городу. Я даже не знаю, где мы будем, правда, скитаться. Капец, мы как-то... Нужно будет реально поспать вот до 7, там до 8 максимум, потому что потом мы просто пойдем куда-то на улицу. У нас, кстати, даже зонтика нету, как же все плохо-то. Ладно, мы с вами ложимся спать, ничего страшного, что-нибудь придумаем. Дедуля, ты тоже можешь ложись спать, чтобы у нас время шло побыстрее. Я не знаю, притворись, может быть, больным как-нибудь. Я не знаю, ты можешь притвориться больным или нет? Ты можешь взять отпуск из школы, но я не знаю. Чувак, тебе как бы вставать скоро, я не знаю, что тебе делать. Скажи, что тебе, например, к третьему уроку. То есть, да, просто скажи. Типа, дедуль мне там к третьему уроку, а дедуля пусть покажет еще поспит. В смысле? Нет-нет, да-да-да, нам пора домой, пора домой. Не надо, пожалуйста. Ты такой, типа, в школьной форме, там, походи, сделай вид, что ты, да, там, идешь. Идешь туда-сюда, в школу. Ну, что ты делаешь? Ну, ты можешь взять еду. Я понимаю, что тебе холодно. Ой, холодно, что тебе страшно. Но, блин, чувак, давай. Не бойся. Что ты боишься? Выходи тут в школьной форме. Ничего страшного, дедушка все равно сейчас спит. Чем мы такие недовольные-то? Вообще, посмотрите, какой он злой на всех. Он злый день. Кого-то тут, походу, ударило молния. Это вообще шесть. Просто кошмар. Ну, да ладно. Что поделать? Ну, ты даешь, конечно, Дрюк. Ну, ты даешь. А, может быть, мы с Брайном куда-нибудь сходим? А ты можешь ему позвонить, типа, поболтать? И не знаю, там сказать. Брай, чувак, мы там не пошли в школу. Я не знаю. Что-нибудь просто придумать. Нам директор звонит, да? Ёлки-палки. По-моему, нам хана. Потому что мы просто прогуливаем сейчас нагло школу. Идет дождь. Я надеюсь, что ты сейчас не разбудишь дедушку. Если ты его разбудишь, все, это будет хана. Я его не буду трогать. Вот когда он проснется, тогда он и проснется. Спали, значит, спали. Это будут твои проблемы. Как бы, блин, нефиг прогуливать. Нефиг вообще на вечеринки ходить. Че это вообще? Как бы, мы представляем так, что... Ну, все. Тебе хана, чувак. Тебе просто хана. Он пока идет в ванну. Давайте ему, наверное, пока что... А, нет, мы же не сможем так приобрести. Надо будет в магазин мебели где-нибудь добавить этот, типа, какой... Предмет, где можно купить зонтик. Вот. Я не знаю. Давайте мы, кстати, может быть, пойдем в торговый центр. Как бы, переконтушимся там. Или я его не добавляла? А, я же его не сюда добавляла, да? Ну, тогда пошлите, опять-таки, в наш... О, давайте с правильным пойдем. В магазин мороженого. Будем тусоваться там. Поразвлекаемся, так сказать. Как бы, дедушка вообще не знает, что мы дома. Он просто думает, что мы в школе. Но мы сейчас, конечно, переоденемся. Как бы, че нам? Чувак, здорово. Я надеюсь, что дразнить за храбрость. В смысле? В смысле дразнить за храбрость? Говорите мне про грозу, я не знаю. Идите, посмотрите телевизор там, я не знаю. Просто поразвлекайтесь как-нибудь. Потому что на улице идет просто ливень сумасшедший. Посмотрите телек. У вас еще полмороженое даже осталось. А, оно испортилось. Замечательно. Я молодец. Выброси его, что я тебе могу сказать. А где твой друг-то? А, вот он, окей. Он здесь стоит. Пойдем, 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 пойдем. Смотрим каналы. Плюс ответственность. Молодец, ты такой ответственный прогуливаешь школу. Просто красавчик. Мне кажется, тебя убьют просто. Просто его убьют. Окей. Окей, хорошо. Давай посмотрим еще, где наш друг. Почему я его все время теряю? Он ушел или я его просто не вижу? Нет, его здесь нет. А, вон он. Ты можешь его позвать? Иди сюда. Он придет сюда? Нет? Да, он пришел в стойке. Отлично. Хорошо. Вроде бы персонажей особо таких новых нет. Давайте мы ему продолжим заняться что-нибудь увлекательным. Ну, как бы... Чувак, мы прогуливаем школу, давай мы чем-нибудь позанимаемся. Правда, я не знаю, чем. Пожалуйста, насколько скажи. Блин, что делать? Сколько просто смертная. Иди, пожалуйста, к Брайну подойди. Куда он постоянно уходит? Где он? Я просто его потеряла. Я не знаю, где он. Я его постоянно теряю. Он куда-то уходит, и я его не вижу. Он пропадает просто. А, вот он. О, чувак, у тебя есть зонт, да? А нас его нету. Подари нам зонт, пожалуйста. Ты что, играешь, что ли? Обсуждать стресс. У тебя... Из-за чего стресс-то, друг мой? Пожалуйста, вы можете просто сесть, пойти и поболтать там? Потому что у него хотя бы есть зонт, Эрик. А у тебя ничего нету. Какое сочувствие? Боже. Просто обсудите интересы. Поговорите с ним про грозу. Хвастаться наряду? Не-не-не-не-не-не. Мы наряду хвастаться не будем. Знаете, прошел день. Спроси у него, почему он вообще не пошел в школу. То есть, как бы... Чувак хочет купить что-то. Их там вот там рассчитывают. Ну да ладно. Поспредничайте там, я не знаю. Узнать лучше. Зачем вам этот телевизор? Просто сядьте. Вообще, почему-то поговорите про смерть. Предложи ему заняться чем-нибудь увлекательным. Инсайдер. Я уже знаю, что он... Расскажи ему о неуверенности в себе. Вдруг он тебе поможет чем-нибудь. Окей, Сики. Окей, Сики. Рассказать грустную историю. Я не знаю, что тебе грустную историю ему рассказывать. Люди несправедливы в жизни. Ну нет, чувак. Вырази восхищение там. Говорить про теплую погоду. Хорошо. Хорошо. Жаловаться на проблему. Пожалуйста, я не знаю, может кто-нибудь советит. Ну, а сейчас... Ну, а сейчас... Мы можем, в принципе, пригласить его домой. Надо сказать, чувак. Респект и уважуха. Приходи к нам домой. Потусуемся. Почему бы и нет. Ну же. Отлично. Вы молодцы. И да, теперь давайте будем отправляться домой к нам. Давайте быстренько-быстренько отправляемся к нам домой. С Брайаном, естественно. И я хотела бы, чтобы Брайан предложил нам кое-куда сходить. Но пока что еще немножечко рано до этого. В общем-то, давайте, я не знаю, как бы... Открой. Открой дверь. Да, ключ от дома. Нет, это не твой дом, чтобы ты раздавал тут ключи, как бы. У нас еще этого садового салата, походу, вообще... Хочешь зайти в гости? О, конечно, Ромео, приходи. Мы тут устроим сейчас небольшую такую тусовочку. Блин, у нас там тарелка не мытая стоит. Еще и Серхио пришел. Ой. Ой-ой-ой. Пригласи его, пожалуйста, войти. Давайте у вас будет такая тусовка. Окей. Отлично. Захоти, друг. Давайте мы тогда, как бы, я не знаю, пообщайтесь. Спроси у него о музыке. Не, жаловаться на все, думаю, мы не будем. Говорить про теплую погоду. Говорить про грозу. Чего вы ругались-то? Так, мы с тобой во сколько? В... Шесть мы идем на работу. Я бы тебе рекомендовала вообще вздремнуть. В смысле максимальное количество действий. Вы нормальные? А что вы ругаетесь с тобой, скажите? Окей, все. Пойдем мы с тобой сейчас вздремнем против детей. Ну, классно. Блин, у нас там дитуля такой купается, как бы. Я надеюсь, на него никто не зайдет к нему. Пусть ребята тусуются. Это, кстати, честный садовый салат. Ой, не кушать нашу еду. Блин. Ну, ладно, как бы. Ложись, пожалуйста, спать. Что ты делаешь в самом деле? Какая луна. Ребят, нет. Нам скоро на работу. Мы вообще не выспались. Это просто кошмар. Ох, как же все сложно. И давай мы сейчас подойдем к Серхио. Вы, во-первых, перестанете спорить. И он скажет тебе, что... Чтобы ты позвонил ему вечером. Вы все узнаете, зачем он это ему скажет. Я не понимаю, что происходит. Это вот называется... Это называется дополнительные материалы. Ну, они мне как бы нужны. Как бы... Вот, очень нужны. Восстанови, пожалуйста, объект. Спасибо. Ну, все. В общем-то, ладно. Будем думать то, что... Идти на работу. Спасибо. Будем думать то, что Серхио сказал ему звякнуть. Как он придет с работы. У нас, кстати... Серхи, по-моему, до сих пор дома. Нет? Нет, они все ушли. Да, они все ушли от нас. Хорошо. Дедуля, ложись, пожалуйста, спать. Потому что не нужно растягивать серию. Но так уже достаточно долго. Мы, в принципе, нормально работаем. Витрина магазина. А, это уже было. Окей. Может быть, даже получим повышение когда-нибудь. Когда-нибудь... О, на работе поел. Вот это мне нравится. Плюс 132 симолеона. Плюс 132 и равно 353. Прекрасненько. Давайте, мы сходим с вами в туалет. Нам нужно будет почистить зубы. И обязательно нужно будет сейчас позвонить нашему другу. А почему бодрость повышается, когда мы купаемся? Серьезно? Странно. Нужно будет обязательно позвонить Серхио. Спросить, что он от нас хотел. Почему ты переодеваешься в школьную форму? С чем она теперь, чувак? Устроить истерику? О, давайте устроим истерику. Серьезно. Итак, в общем-то, сейчас они у нас поболтают. Время, кстати, 12. И вы совсем скоро узнаете, что же сказал ему Серхио. И на фоне истерики нашего прекрасного Эрика, который называет себя уродом, я хочу вам рассказать о том, что Серхио на пару с Брайном пригласили нашего психованного Эрика на вечеринку, которая состоится в пятницу. там будет очень много людей, она будет проходить на утесах. И, в общем, я и сказал, что он подумает. А все почему? А все потому, что у него даже нету какой-либо одежды, чтобы идти тусоваться. И он такой, ладно, пацаны, я вам завякну. Ты что-то типа такого. Поэтому, поэтому мы с вами в следующей серии обязательно должны будем купить нашему мальчику что-нибудь красивое. Не то чтобы красивое, а просто восхитительное. Да. Вот. И поэтому потом мы с вами, наверное, отправимся на вечеринку. Но посмотрим. Если, конечно, дедуля разрешит нам отправиться туда, то мы тогда отправимся. Ну, и на этом я буду заканчивать нашу вторую серию реальности. Я думаю, что третья серия будет немножечко позже. Да. Такие вот дела. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, ставить комментарии. На с вами была Карина. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.